МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В прямом эфире Азов.Инфо. В студии Людмила Улихина. Сегодня в программе. 12 июля состоялось собрание садоводов товарищества Мичуринец-3. Сегодня в избиркоме начался прием заявлений от кандидатов депутата городской думы. Городской пляж попал в черный список Роспотребнадзора. Сегодня произошло беспрецедентное событие для города Азова. В садоводческом товариществе Мичуринец-3 в районе 15 часов на 25-й линии произошел крупный пожар. На данный момент уточняется количество сгоревших участков. 1 июля 2014 года, примерно в 15 часов, произошел большой пожар на территории дачного некоммерческого товарищества Мичуринец-3. В результате пожара сгорело очень большое количество частных участков, расположенных по 25-й улице, 17-й линии, 18-й линии. О возгорании участков на территории дачного некоммерческого товарищества Мичуринец-3 сообщили в пожарную часть жители самого товарищества. На место происшествия выезжали две машины 18-й и 24-й пожарной части. Три раза уезжали до заправляться, потому как очень тяжело было потушить пожар в ветреную погоду. Пожар распространялся с очень большой скоростью, в связи с чем пострадало очень много участков. Среди них также пострадал частный дом. Принадлежность данного частного дома будет устанавливаться. Материальный ущерб, причиненный дачному некоммерческому товариществу, а также иным гражданам в результате данного пожара, также будет устанавливаться в течение ближайшего времени. Причина пожара пока неизвестна, тоже будет уточняться. За два дня до случившегося на центральном стадионе города состоялось собрание садоводов, которым предстояло принять решение о прекращении процедуры банкротства «Мичуринца-3». Для того, чтобы это произошло, необходимо погасить долг в размере 10 миллионов рублей за электроэнергию. На собрании должны были присутствовать владельцы всех 7 тысяч участок. Однако пришло порядка 500 человек. В минувшую субботу на стадионе детской спортивной школы номер 9 состоялось собрание членов дачного товарищества «Мичуринец-3», которую провел представитель конкурсного управляющего Александр Агаев. Присутствовало порядка 500 наиболее активных членов товарищества. Основная цель собрания – прекратить процедуру банкротства. Полтора месяца назад долг составлял 12 миллионов рублей. На сегодняшний день снизилось до 10,5. В качестве одного из способов решения проблемы дачникам предложили заключить договор с коммерческой организацией «Югэнерго». Наша компания может взять на свой баланс и обслуживание все электросети ваши и все электросетевое хозяйство. И в рамках этого договора внедрить систему автоматического коммерческого учета электроэнергии, которая позволит каждому члену товарищества, владельцу участка, иметь индивидуальный договор с энергосбытом. Чтобы вывести «Мичуринец-3» состояние банкротства, представители «Югэнерго» готовы возместить часть долга в размере 5,7 миллионов рублей. При этом дачники должны оплатить 3 300 рублей за автоматическую систему коммерческого учета электроэнергии. И в ее рамках установить приборы учета. Сейчас просто договор о предварительной, о намерениях. Мы выходим с ними, к «Югэнерго» или не выходим? При том, что они оплачивают 5 миллионов 700 тысяч долг наш. Вы готовы? Кто «за»? Кто «против»? Мы «против»! Ну, большинство «за». Одним из доводов в пользу заключения договора представитель конкурсного управляющего назвал возможность возобновления приватизации земельных участков после выхода из банкротства. Непосредственно Малиновский направил в адрес нашего департамента требования о том, что если мы будем давать возможность вам приватизировать земельные участки, то будем под уголовным кодексом. Естественно, администрации города под руководством мэра хотелось вас защитить. Мы направили письмо в областную прокуратуру и в городскую. Вчера получено письмо о том, что приватизация земельных участков будет продолжена. Многие члены дачного товарищества высказались против предложенного разукрупнения товарищества и образования нескольких более мелких. Но большинство были согласны с делением на микрорайоны и назначением квартальных. Ничего не понятно. Это во-первых. То, что нам предлагают по электроэнергии, это опять посредник между Азовэнерго и нами, который будет просто стричь деньги. По-другому я никак не могу назвать. Если они заплатят 5 миллионов, остается у нас еще почти 6 миллионов. Это на наши плечи. Плюс еще текущие расходы. И это все на наши плечи. Мы просто не хотим нести это бремя. Кто-то виноват, он должен понести за это наказание. То, что сейчас предложено, это в основном в убыток людям. То есть не для облегчения ситуации, а для того, чтобы протолкнуть чьи-то интересы. Вот мое такое мнение. Поскольку на собрание пришли менее 2 трети от общего числа членов ДНТ, никаких окончательных решений не примета. В соответствии с уставом будет проведена процедура заочного голосования. Подводя итоги, заместитель мэра Сергей Авдошин отметил наиболее эффективное, на его взгляд, предложение выхода из банкротства. Хорошее предложение здесь было проработано и представлено компанией Югэнерго, которая готова полностью ликвидировать процедуру банкротства и оплатить эти 5 миллионов 700 тысяч, взять на себя сети и заниматься дальше их развитием. То, что мне понравилось, все-таки нас не бросает. Все-таки мы как-то будем выживать и жить. Но долги есть, я думаю, может и разберутся с этими долгами. Кто-то заплатит, но за это все равно нам тоже нужно подплатить. Ну что теперь делать? Зато мы будем жить как люди. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов. Отделение ГИБДД МОН ГАРСНИЯ-Азовский убедительно просит о сотрудничестве. И подтвердить, что здоровье участников дорожного отношения. Сегодня в территориальной избирательной комиссии города Азова начался прием документов от кандидатов в депутаты. Как сообщил председатель ТИК Владимир Михайлов, о намерении участвовать в предвыборной кампании уведомили 25 человек. Представитель от партии КПРФ передал список из 7 человек. У нас есть для того, чтобы зарегистрировать кандидатов 10 дней. И после того, как мы проверим всех на наличие, что там, какие документы они представили, мы проверяем выборочно, где у нас, какие проблемные вопросы могут быть. И после этого мы проводим заседание комиссии и либо регистрируем, либо отказываем в регистрации кандидатов. Данные о кандидатах размещены на сайте избиркома. Неординарное мероприятие состоялось в Азове в минувшие выходные. Соревнования по автозвуку и тюнингу, которые были организованы впервые в нашем городе. Подробности у наших корреспондентов. В минувшую субботу на площади Азовского осадного сидения рядом с речным вокзалом прошли соревнования по автозвуку и автотюнингу, куда съехались участники из Ростовской области и Краснодарского края. Соревнования в нашем городе проводились впервые. Как-то было, получается, с дебегом. Начали заниматься автокуком, потихонечку привлекло, стало частью жизни. И решили организовать в городе такое соревнование. Соревнование – это интересное мероприятие, на которое мы можем здесь люди прийти, что там надо знать новое, проводить соревнования межегодно. Может быть, даже при очереди какого-то праздника города, может быть, к дню города, к дню России. А потом, чтобы это было не просто, а тема, когда это было еще не совмещено с горожанами, чтобы посещало больше мероприятий. Это все-таки интересное место, куда можно прийти, посмотреть. Тюнинг автомобиля предполагает глобальные изменения доработку технической или внешней части автомобиля с целью улучшения потребительских качеств. Автозвук же подразумевает оборудование музыкальной аппаратурой салона автомобиля для получения качественного звука. Некоторые автолюбители много лет подряд принимают участие в соревнованиях и неоднократно становились призерами. Соревнования начались с прошлого года. В прошлом году вы дважды участвовали, когда вы заняли призовые места, это первое автозвук. В этом году, после насыщенного зимнего периода, соревнований было шесть. В шести соревнованиях у нас четыре первых места, одно второе, одно третье. Сегодняшний день это судьбой по счету в этом году подходит к конкуренту. У нас с иноменцией стали. Стали, конечно, очень много участников, достойные автомобили есть, конкуренция большая, нелегко будет победить. Но ожидают, что будет место получить, как кто-то, не знаю, как кто-то, постарался. Автомобили, участвовавшие в категории автозвук, проходили строгую судейскую проверку. С помощью специального прибора в салоне автомобиля измерялся уровень звукового давления. Более 80 участников в различных номинациях боролись за призовые места. После сложного трехчасового судейства жюри определило номинантов. Все участники, занявшие первые, вторые и третьи места, были награждены кубками и символичными подарками. Лаура Иванова, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. В Азове простились с экс-директором первой школы Белла Евтушенко. Всю свою жизнь Белла Михайловна посвятила детям, отдавая им знания и свою любовь. Строгий учитель, добрая мама, ласковая и заботливая бабушка. Так о ней вспоминают ее соседи и друзья. Самый хороший, золотой, лёбрый, отзывчивый человек. Хороший человек. Я знаю Беллу Михайловну более 30 лет. Человек добрейший, человек ответственный, очень грамотный и очень думающий о других, прежде всего, чем о себе. Траурную гражданскую панихиду открыл директор школы номер один Игорь Пшеничный. Всю свою трудовую жизнь этот человек провел в первой школе. Вся ее работа была посвящена образованию. Поэтому сегодня так много здесь ее коллег, ее учеников, тех, с кем ее связала большая жизнь. Попрощаться с учителем, человеком с большой буквы пришли горожане. Первая школа для Беллы Михайловны стала вторым домом. Она прошла путь от учителя русского языка до директора школы. Многие азовчане благодарны, что смогли научиться у нее доброте и честности. Именно она прививала любовь к русской литературе. Учила быть честными, справедливыми и достойными людьми. Идти по жизни с гордо поднятой головой, не боясь трудностей. Такой она останется в памяти родных, близких людей, преподавателей и учеников. Расцепая просвещение первой, они несли и сеяли любовь, Чтоб родники добра, сквы, сумра, селы пробились в сотни их учеников. Посланцы Бога, их не так уж много. Они, как родники в кромешной мгле, Уходят в вечность, тихо, педагоги. Но свет их душ не гаснет на земле. Лаура Иванова, Валентина Андреева, Азов.Инфо. Продолжается текущий ремонт дорог. Как сообщил мэр города на рабочем совещании с заместителями, на этой неделе проводятся работы по благоустройству Кагавинского шоссе. Также на совещании обсуждался вопрос размещения беженцев. За выходные количество жителей Украины в Азове увеличилось на 12 человек. После встречи с заместителями мэр города провел плановое совещание с руководителями социальных служб. Сегодня в городской администрации застояло совещание служб соцзащиты населения. Основные вопросы планерки – трудоустройство граждан Украины, летняя детская здравительная кампания и дочеты технического плана по ЕГЭ и другие. Я внимательно посмотрел. Они не относятся к порядку организования и к организации сдачи ЕГЭ. И к нарушениям, которые были именно в процессе сдачи. Там технические вопросы, связанные с созданием безбарьерной среды. Поэтому я писал, Андрей Ильич, вы повнимательно посмотрите эти вопросы и представьте мероприятие, что нужно сделать, чтобы мы потом с вами не попадали в список муниципалитетов, где есть какие-то определенные замечания, нарушения. Еще один немаловажный вопрос – празднование 240-летия присоединения Азова и Крыма в состав России. Наш город был в составе тех территорий, которые 240 лет назад уже окончательно присоединялись в России. Празднование состоится 19 июля в 17.30 на территории Порохового погреба, где будет установлен бюст полководца Александра Суворова. Валентина Андреева, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо В Азовской мэрии сегодня прошел оргкомитет по подготовке и празднованию фестиваля военно-исторических клубов «Осадное сидение». Мероприятие начнется 1 августа в 17.00. На крепостных валах будут организованы рыцарские турниры. 2 августа по традиции состоится парад участников фестиваля – ярмарка данских ремесленников и концерт творческих коллективов. Завершится фестиваль «Файер-шоу» в 22.00. По данным Роспотребнадзора, реки Дон, Азовка и другие водоемы города и района непригодны для купания. О выявленных нарушениях рассказал главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора Анатолий Ковалевский. Проводится постоянный мониторинг за окружающей средой и в это время, когда наступает жаркая пора, микробно очень сильно загрязнены наши все водоемы, поэтому купаться в этих водоемах не рекомендуется, поскольку можно заразиться многими инфекционными заболеваниями, включая ту же холеру, не говоря уже о гепатите, дизентерии и так далее. Анатолий Ковалевский отметил, что полностью запретить купание в водоемах могут только главы муниципальных образований, но специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют избегать купания в Дону и Азовке, чтобы не навредить здоровью. И в заключении программы рубрика «Вопрос мэру», в которой прозвучат ответы на все вопросы, поступившие от телезрителей во время прямого эфира 25 июня с мэром города Азова Сергеем Бездольным. А когда добавят зарплату дворникам, почему дворники должны косить траву? Интересно. Состав работ определяется соответствующими нормативными документами, должностными инструкциями управляющей компании дворник. Но если речь идет о дворниках, которые работают на дворовой территории, это наемный рабочий, который нанимается управляющей организацией. И уровень его заработной платы определяется работодателем, руководителем предприятия, в соответствии с учетом расходов по данной статье от видов работ. Если речь идет о участке уличной уборки муниципального предприятия «Чистый город», то это уже в соответствии со штатным расписанием предприятия «Чистого города». Но эти дворники не косят траву, как здесь сказано. Это разные участки. Одни занимаются покосом озеленением, другие – механической и ручной уборкой. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор – инженерно-технический центр «Форт Астс». Звоните и сообщайте информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. До свидания. Всего вам доброго. А теперь прогноз погоды. В студии профессор Александр Беляев. Вы знаете, не важно, какая погода за окном. С кондиционером ГРИ вы совершенно забудете о капризах погоды. Кондиционеры ГРИ. Совершенные кондиционеры. 15 июля ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 34-36, ночью плюс 23-25. Ветер восточный – 6 метров в секунду. Влажность воздуха – 26%. Уровень воды в реке Дон на 15 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке – плюс 21 градус. Атмосферное давление – 755 миллиметров тутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова